про что мы с вами только что поговорили мы выяснили что ощущение одиночества это такая специфическая реакция человека эволюционно заданная на то что у него социальные отношения не устроены он может это себя как-то объяснять он может себя оправдывать он может вообще даже не представлять что оказывается он страдает от одиночества но как бы феномен существует и мы чуть позже придем как бы к средовым факторам да как я сказал которые влияют но сейчас хотелось бы про специфическое одиночество поговорить вот младший лейтенант мальчик молодой все хотят потанцевать с тобой если бы ты любовь морков ну я не помню кто женскую тоску нет я помню кто аллегрова или на сам но вы что хорошо богини да очень люблю у нас у нас есть вот такое специфическое одиночество между головой и есть такая сложная дискуссия по поводу того что одни сломя голову бегают ищут себе кого-нибудь находят расстаются и все время бесконечно страдают что у них одиночество ну нет у тебя кого-то страдаешь от одиночества нашел кого-то опять страдает как это довлатова было как-то там что-то типа не с кем поговорить лежу на диване совершенно один с женой да за точно цитат не ручать есть соответственно другой дискурс где человек себя обособляет и говорит я каждую на чувствую себя совершенно комфортно мы знаем что есть тенденция к тому что все больше и в частности молодых людей склоняются в пользу того чтобы не иметь постоянных отношений потому что ну для них это там сложно дискомфортно и так далее вот что скажете по этому поводу нормально ли не хотеть отношений ну во первых мы вообще просто мы должны понять что мы в целом наблюдали там некую тенденцию да значит сначала вообще брак это был такой институт вот такая скрепа реально существующие социальная значит она была такая была в до революционном времени когда там выдавали вот эти вот приданные тоже посудил продают забирают там такое товарно-денежные отношения на вот было такое время потом начался социализм началась эта революция они отменили все браки все же браки были церковные в россии они церковь отменили и соответственно все оказались незамужними сразу вся страна россия была то было в семнадцатом году освободились от брачных уст а дальше они это все сказали что свою сексуальная свобода это вот тогда калантай там как раз и стакан воды это ленин и и критиковал и все это опять пошло в в дикий дрободан потому что некоторые комсомольцы значит проводили комсомольские собрания значит и призывали комсомолок значит отвечать сексуальным нуждам значит их молодецких тел на вот и советская власть поняла что это полная ахинеи и так далее ввели вот уже юридический брак до который регистрировался значит всякими уже советскими органами да вот и это было время при котором уже опять зажимали было было понять ячейки общества структурный да потому что очень сложно управлять обществом в котором нету стабильности да эти маленькие ячейки действительно не создают стабильность на вот и плюс в этом лайк призвать к порядку всегда это была экономическая целесообразность в этом там совместного проживания ну конечно про физически по отдельности не поживешь тогда и с жильем даже жилье он было положено было сложно там с распределением обязанностей с как бы куда детей девать но вот их рожать надо там пока еще все не не в кубне не плохо работает стиральные машины еще в каком году появились стиральной машины я помню эволюцию стиральных машин ну ладно я буду выглядеть очень старым вот да значит и соответственно была история при которой это было необходимо мы сейчас оказались в конструкции и запад 1 продемонстрировал это да когда смещение вступление в брак возраста время появления детей она постепенно смещалась там я все время в советской медицине 25-летняя женщина рожающей первое было старородящей а вот значит соответственно сейчас все это сдвигается во всем мире это началось у нас тоже это постепенно началось вот и у нас это стало просто очень быстро происходить по причине того что мы действительно получили возможность снимать квартиры что раньше было невозможно там брать ипотеку для того чтобы самостоятельно жить там условно и люди могут знакомиться стало значительно легче потому что раньше для этого нужны были какие-то социальные связи то есть обычно знакомились через других людей вот на совместных каких-то днях рождениях на каких-то парадах не парадах а демонстрациях вот но я не знаю в общем на остановках на трамвайных сети вот сейчас честно не знакомиться на трамвайных остановках ну я полагаю что за ну как вам скажу что со мной как-то особо не знакомиться на трамвайных остановках если саша не знакомиться поверьте дело дрянь да значит соответственно знакомиться стало легче на и по и нет экономической целесообразности для того чтобы совместно проживать и так далее вот и поэтому раньше факторы которые людей как бы вгоняли в брак они значит рассыпались дальше возникла конструкция ладно не брак отношения потому что при этом у нас воспитывали нас конструкция при которой есть какой-то мистический человек который придет и ответит на все наши внутренние запросы до прекрасная вот это вот девица за окном вот это как мне все нравится сидела ждала он уехал что-то воевать там она сидит и ждет его плетет что-то вот это очень романтично вот значит было вот это ожидание что мы получим девушки им про рассказывали про принцип героических которые значит всех победят драконов так как придут завоюет сердце и так далее есть ожидание такого какой-то эмоциональной близости который даст нам конкретный человек вот и это сейчас стало все меньше потому что раньше были сказки потом был чип и дейл а потом сейчас я даже губка боб вот губка боб в каких отношениях находится я не в курсе но вот но предполагаю что у него нету большой чистой любви которая его обогрела и после этого было сказано с тех пор они жили долго и счастливы вымерли в один день то есть даже в культурном пространстве вот этот вот не воспитывается эта потребность к взаимодействию поэтому удивляться тому что все стало вот так меняться не стоит это не это не беда это не проблема там ну то есть это не катастрофа вот но с другой стороны конечно из-за того что в целом социальность стала все более и более поверхностной то есть если раньше когда вы встречались вот у меня как бы близкие друзья значит у меня с ними связывает не просто знание друг от други да вот меня с ними связывает там большая там не только прожитая жизнь но там сломашкуского что мы делали там какие-то коллективы в которых мы вместе работали там и так далее то есть у меня с ними как бы большая биографии и они все так или иначе занимаются тем чем я занимаюсь там психиатрии и психотерапии там методологии философии там и так далее то есть у нас есть вот этот общий какой-то вот а сейчас как бы сами отношения становятся более такими поверхностными очень быстрыми такими стремительными и в них нету этой глубины поэтому они не удерживаются ну то есть мне чтобы как бы потерять друга надо очень сильно постараться потому что меня с ним связывает огромное количество других вещей ну как бы из моей жизни появится другой спросит что с ним потому что все его знают потому что там поэтому и все время спрашивают там например там и женщины есть друзья и мужчины там как у него как у нее там и так далее поэтому это есть вот этот объем сейчас все стало очень поверхностным вот и дальше вот из-за этой поверхности наоборот возникает конструкция на иметь хоть кого-то с кем можно вообще просто поговорить с ощущением того что ты вообще нужен ты важен там и так далее и вот это удивительно сейчас вот есть запрос на отношения обусловленные не по теме мифами про которые там рассказывал не про там не про не скрепами которые перестали работать он продиктован тем что в социуме из-за того что нету плотных социальных связей это вот потребность ну хоть кого-то найти с кем можно как бы вместе что-то как-то делать не ожидая что он или она в этот момент вскачет и скажет а мне туда надо а там вот это а у меня тут лайков не доставлена там и так далее и вот это на мой взгляд сейчас вот новые какой-то такой движущий фактор который будет толкать людей к социальному взаимодействию к выходу из этого одиночества в которые они нынешней социально-культурной средой оказываются как бы вдвинуты но для того чтобы с этим справиться надо а нужно уметь с этими другими людьми взаимодействовать если нужно уметь разговаривать их нужно уметь понимать их нужно уметь то что в нашей методологии называется реконструировать да вот я сам должен быть другому человеку полезен потому что если вы это неприятная правда но если мы не особо нужны мы не нужны вот значит мы должны быть чем-то полезным и должны что-то давать в эмоциональном плане в практическом плане в заботе какой-то практической в каком-то учиться участие там и так далее без этого все это не работает ничего вот то есть теперь огромное количество усилий необходимо знание как бы навыков для того чтобы эти отношения голов по которым начал формироваться в мире в котором социальность становится все более рыхлые раз такой рассыпающийся там и так далее вот все больше навыков требуется а навыки эти нигде больше никто не рассказывает потому что эти вот был дом 2 был проект вот и мне говорили как вот это еще был черт знает дом 2 знаете контент свой я помню вот и мне говорили что вот значит там все смог дом 2 что-нибудь там творят там игру ну вот я шутил я говорю знаете это ну старшее поколение ругалось его знаете ну во первых вы посмотрите дом да вы хоть узнаете чем ваши дети живут это хороший как бы иллюстративный ряд вот а потом там хоть кто-то им рассказывает как строить отношения ну то есть они рассказывают вот так себе это не будем детализировать плана например тоже да да но это все равно хоть какие-то навыки понимаете то что я учусь я иногда как слежу как за молодые люди взаимодействуют значит у меня удивительно то есть вот у меня я с легкостью не с легкостью это просто у меня есть навык такой то я задаю какие-то вопросы после которых чека начинает сыпаться куча информации всякой разной при этом они сидят вдвоем ну вот и ну ты чё ты как а ты там все ну то есть как бы ничего не происходит потому что а я не знаю то есть вот у меня этот навык сформирован потому что я все-таки это долго дрессировался как социальные животные вот я знаю какой-то вопросы куб море информации который открывает человек совершенно и они друг друга считают неинтересными но они даже не способны найти как бы вот эту точку в которой надо нажать для того чтобы человек начал тебе раскрываться вот у каждого есть эти точки и каждый причем хочет раскрываться до тех пор пока тебе не нажали ты как-то думаешь может и не надо тетей не просили да вот чё ты тут вдруг посыпешься вот да и вот этот вот навык вот этой социальной истории который сейчас все более и более актуальным в свете того что я говорил выше вот он как раз все меньше и меньше тренируется и нету моделей в которых это можно было делать